На этой неделе в Омске задержали студента-драгдилера. У молодого человека нашли сверток со 150 тысячами разовых доз наркотиков. Груз потянет на 20 миллионов рублей и на 10 лет тюрьмы. Как признался молодой человек, забрал пакет из закладки, чтобы передать другу. Полицейские считают иначе. За курьером давно следили, сейчас возбуждено уголовное дело. Наркодилера проверят и на причастность к другим подобным преступлениям. Это уже не первый несовершеннолетний задержанный за последнее время за попытку сбыта наркотиков. Почему все чаще к распространению наркотиков привлекают молодых? Почему их не пугает наказание? И как бороться с агрессивной рекламой наркотических средств, запланившие соцсети, мессенджеры и дворы жилых домов? Об этом мы поговорим с начальником управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области Евгением Чижовым. Евгений Владимирович, приветствую. Здравствуйте, Антон. Евгений Владимирович, вот действительно в последнее время все больше информации о том, что задерживают именно молодых людей за распространение. Получается, что возраст этих самых драгдилеров, закладчиков, так называемых, снижается? В первую очередь это связано с тем, что, во-первых, молодежная среда, как никто иной, вовлечена в интернет-технологии. Опять же, молодежь относится к той категории все-таки малообеспеченных граждан, в первую очередь студенты. Ну и желание также подзаработать легких денег, не думая о последствиях, Антон. Неужели люди, которые пытаются таким образом заработать, не понимают, что сроки-то как раз за распространение наркотиков очень серьезные, 10-20 лет не пугает их это? Вы знаете, к сожалению, не все понимают, и зачастую, даже скажу больше, практически никто не понимает. Вот когда мы задерживаем их, и санкции, наказание по данной статье, подзываясь собой до 25 лет лишения свободы, то молодые люди искренне сетуют на то, что распространяют, якобы, это же не героин, это всего лишь какие-то там дизайнерские наркотики. Лица, организующие торговлю, объясняют им, что они занимаются сбытом так называемых дизайнерских легальных видов наркотиков. Доля изъятых наркотиков синтетического ряда, она в 7 раз превысила в прошлом году долю изъятого героина. То есть синтетика сейчас все больше и больше вытесняет наркотики растительного происхождения. А уже в этом году, если говорить об объемах, какие цифры? То есть сколько не попало на рынок? Не попало наркотиков порядка 15 килограмм тяжелой группы и около 40 вместе с марихуаной. Из оборота выведено примерно, если говорить языком цифр, порядка 330 тысяч разовых доз на общую сумму порядка 40 миллионов рублей. Это только за два месяца настоящего года. Если говорить о статистике, это чаще всего благополучные, неблагополучные семьи. Что родители, как реагируют, когда вот эта вся ситуация вскрывается? Вы знаете, вот сейчас затронули очень серьезный аспект, да, как реагируют родители. В основном тетенция такая, мы анализируем, кто к нам попадает, да, грубо говоря, в наши сети, да. Вот, и мы видим все-таки это неблагополучные семьи. Большая часть малообеспеченные и неблагополучные. Более того, недавно было раскрыто одно преступление, могу до примера привести. Отец вместе с сыном ощущались с быт наркотиков бесконтактным способом. То есть и вовлек, грубо говоря, не отец, а именно сын вовлек отца в преступную деятельность, да. Эти преступники, да, я думаю, что их можно так называть, то есть они, получается, не боятся ничего, то есть соцсети активно используют, не знаю, листовки, разбрасывают. В управлении наркоконтроля, помимо отделов, которые занимаются непосредственно выявлением наркопреступлений, существует еще отдел профилактики, который взаимодействует с активистами в Омской области, с учащимися. Мы проводим занятия в школах, проводим занятия в вузах, встречаемся с общественностью, с активистами, закрашиваем данные надписи. Ну и через ваш телеканал хотел бы также обратиться к жителям города, области, чтобы сигнализировали нам о подобных фактах. И, соответственно, звонили на простой телефон, 02, данное сведение будет приниматься в расчет и по ним будем работать. Сейчас идет обсуждение и принятие закона, многие слышали, закона Яровой. Это начальник отдела, не отдела, а комитета силового государственной думы, депутат. Он был в прошлом году принят, и сейчас идет его внедрение в жизнь, грубо говоря. Ну, при его внедрении, поверьте, у нас появится дополнительный рычаг, рычаг давления на наркопреступность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...